Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. Голова Обы. 16 век, латунь, высота 23. Внимание к скульптуре Африки возникло в Европе в конце 19 века. Тогда мастера Парижа, Рима, Берлина, Лондона, Москвы и Петербурга искали новые импульсы к творчеству, стремились познать таинственные культуры древних цивилизаций. В начале 20-го столетия первооткрывателями африканской деревянной пластики стали французские авангардисты, а также наши отечественные художники. Начался настоящий бум интереса к черному континенту. От творцов, которые часто не имели денег даже на собственное пропитание, не говоря уж о возможности отправиться в Африку, внимание к этому искусству перешло к коллекционерам. Музеи стали посылать своих сотрудников в порой опасные путешествия на черный континент. Сейчас такие, как представленные скульптуры, стоят тысячи и миллионы долларов. Тогда их покупали почти даром. Необходимо помнить, что еще в первой половине 20-го века настоящим искусством мыслилось лишь относительно небольшой период в истории европейской цивилизации – античность, возрождение и классицизм. Все остальное произведение средневековья барокко до исторических культур и наследия восточных стран считалось скорее забавной экзотикой. Интерес к неевропейским цивилизациям художников, а также ценителей прекрасного изменило это отношение. Лучшее тому подтверждение экспозиция Канзасского музея, который в целом отличается очень высоким качеством и прекрасным вкусом коллекционеров. Данный превосходный образец латунной скульптуры 16-го столетия изображает одного из королей Бенина. Это царство на территории современной Нигерии было одним из центров ваяния. Интересно взглянуть на необычную форму головы персонажа. Линии черепа очень мягкие, мастерство отливки совершенно. Такой технике позавидовал бы любой европейский воятель. Детали облика короля выполнены с большой тщательностью, ведь они являлись символами и одновременно оберегами правителя. Скульптурная голова традиционно устанавливалась на алтарь, у которого поминали предков Ливы. Ну вот такое описание к работе Голова Обы я нашел в интернете. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok